На минувшей неделе на территории аварийно-спасательной службы было весело и шумно. Все потому, что здесь подводились итоги и состоялось награждение победителей, авторов рисунков. Участники конкурса – дети от 6 до 12 лет из детского сада номер 36 и 24 школы. Сегодня на базе аварийно-спасательного отряда города подводим итоги городского детско-юношеского творческого конкурса, посвященного 90-летию со дня образования гражданской обороны в России. Конкурс мы организовали совместно с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. В конкурсе у нас принимали участие школьники и воспитанники детских садов. У нас поступило предложение провести награждение и подведение итогов этого конкурса на базе аварийно-спасательного отряда. Я думаю, детям будет интересно здесь побывать. Мы проведем вам небольшую экскурсию после вручения, покажем, что здесь находится, а потом для вас устроим, как бы правильно сказать, тренировку или занятие по ликвидации ДТП. То есть при вас мы прямо порежем машину. За каждой работой ребенка можно увидеть целую историю. Рисуя огненную стихию из сцены спасения, дети усвоили важное правило. Главное – беречь себя, не растеряться в трудной ситуации и суметь вовремя обратиться за помощью. Появляя победителей, жюри ориентировалось не только на художественные способности детей, но и на сюжет, который отразили юные творцы в своих работах. Также ребятам рассказали об устройстве машины аварийно-спасательного отряда, о специальном снаряжении, объяснили, для чего оно нужно и как им пользоваться. Главным сюрпризом для ребят стало показательное выступление спасателей по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. На конкурс рисунков я нарисовала, как там мужик утонул, когда рыбачил. Он там был в палатке, он там согревался, что-то готовил, и получается у него был собакой. Я нарисовал пожарную машину, как пожарники, спасатели тушат огонь и еще вертолет тушит огонь. Сегодня в конкурсе я выиграл второе место, я был призером. Я очень рад принять участие в конкурсе и выиграть в нем. По итогам проведения конкурса участники были награждены дипломами, благодарственными письмами, а также памятными подарками. Альбина Кашапова, Радмир Загедулин, телекомпания «Салават».